В Тбилиси 42 семьи беженцев остались без крова в результате пожара в здании, переданного им собственность. Пожар в трехэтажном доме возник днем 14 октября в одной из квартир последнего этажа. В результате пожара никто не пострадал, но жильцы дома потеряли все имущество. Часть погибла от огня, а часть от воды во время его тушения. Сейчас несколько семей с первого этажа продолжают жить в доме. Остальных районная администрация разместила в гостиницах. Из-за их проживания платят больше тысячи долларов в сутки. Из-за больших расходов на оплату гостиниц руководство районной администрации крайне заинтересовано в скорейшей аренде квартир для погорельцев. Возгорание произошло в закрытой комнате. Никто не знает, что в ней случилось. Прямо из двери валил огонь. Крыша была охвачена пламенем. И мы настолько растирались, что думали о том, чтобы самим спастись. Пожар продолжался долго. Наверху все сгорело. Все залили водой. Мы попали в очень сложное положение. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Некоторые жильцы уверены в самовозгорании. Смотрите, все сгорело. Вот одеваю сапожки один, один платье. Все, больше ничего не осталось. От занавески. Обещаю. От занавески. От занавески. Знаешь, что там было? Вот это было. Что было там? Что делало? Ничего не знаю. А что не знаю? Там электрическая, все было хорошо готово. Все хорошо делало. Свежее было. Ну, от занавески. Вот эта комната. Время пригорел. Видно уже. От него это все зажило. Министерство по делам беженцев, вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий и расселения, уже приняло решение об оказании денежной помощи погорельцам. Но в пресс-службе ведомства Кавказскому узлу так и не смогли предоставить информацию о ее размере и когда она будет выдана. Погорельцы остро нуждаются в деньгах. Им требуется одежда, средства первой необходимости, расходы на транспорт. Некоторым из них нужно восстановить документы. Они ожидают обещанную государственную помощь и не уверены, что ее получат. В результате пожара пострадали 42 семьи. В этот же вечер оперативно их разместили в трех гостиницах. Также решили проблему с питанием. Мэрия совместно с Министерством по делам беженцев, вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий и расселения, быстро приняли решение, чтобы эта проблема как можно скорее была исчерпана. Само здание находится в аварийном состоянии, сгорело. Требуется капитальный ремонт и новое перекрытие. В ближайшее время решением мэра Тбилиси им профинансируют аренду квартир. Также будет определена форма выдачи одноразовой помощи, чтобы как минимум они смогли приобрести предметы первой необходимости. Кроме того, после восстановления здания они получат денежные средства для проведения внутренних работ. Вероятно, помощь будет разной. Этот вопрос пока не решен и критерии разрабатывают, исходя из характера внутренних повреждений. Есть квартиры, сильно поврежденные от огня, а есть квартиры, которые повредили водой во время тушения. Соответственно, размер помощи будет разный. И рано говорить о ее размерах. Пока экспертиза устанавливает, какая сумма потребуется на ремонт здания и ее крыши. После этого индивидуально будут приняты решения по помощи. Разумеется, ее размер не будет полностью адекватен ущербу, но она даст возможность обустроить квартиры. Мэрия совместно с Министерством по делам беженцев планирует отремонтировать сгоревшее здание. Ремонт начнут после проведения экспертизы его технического состояния. На данном этапе жильцам сгоревшего дома не удалось получить информацию о том, когда начнется ремонт, на какой срок он рассчитан и когда они смогут вернуться в свои квартиры. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok